Россия не исключила расширение площади авиаударов. Москва может начать бомбить территорию Ирака. Готовности помочь Багдату заявила спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко. В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации, руководство страны рассмотрит политическую и военную целесообразность участия наших воздушных сил в воздушной операции. Пока такого обращения нет, поэтому не будем гадать на кофейной гуще. Эксперты по Ближнему Востоку и арабисты полагают, что если Россия действительно откроет второй фронт под лозунгом борьбы с исламским государством, то это может привести к большим проблемам в регионе. В таком случае Москве будут противостоять сунницкие страны Ближнего Востока. Так, представители Саудовской Аравии считают, что коалиция России, шиитский Иран, Ирак и режим Асада ведет реальную войну против, не против террористов, а против суннитов.